Первая школа номер один, Первая лучшая знания остро, Первая номер один, Собран великий усюд. Юбилейный 135-й день рождения первой школы объединил десятки людей, так или иначе связанных с учебным заведением. Зал культурно-досугового центра не смог будет вместить всех желающих поздравить альма-аматер с юбилеем. Творческие подарки любимой школе дарили нынешние и вчерашние школьники. «Маленькая страна», «Первая школа» — это не только более 800 обучающихся. Это именитые выпускники, победители Олимпиад, честные труженики разных сверхдеятельностей, талантливые педагоги. Тысячи людей в этот день принимали поздравления. «Школа — это не здание. Школа — это люди, педагоги, ученики, родители, как было сказано, выпускники, которые помогают школе. Я хочу сказать слова благодарности всем. Всем тем, кто учился, кто учится, кто преподает. Я вижу, как дети вышли сегодня на сцену с серьезными такими людьми, они волнуются, конечно, но это видно за слуга педагогов, творческих, требовательных, профессиональных. Те, которые отдают частичку себя, частичку сердца ваших детей». Педагогический состав первой школы — это свыше 50 педагогов, 80% из которых обладают первой и высшей квалификационной категорией. Часть учителей и сами в прошлом сидели за партами этого учебного заведения. «Первая школа — это родная моя школа. В 1994 году я сама окончила эту школу, и спустя несколько лет я вернулась сюда работать учителем. Очень дорога мне первая школа, и сегодня удивительный день, сегодня день рождения, сегодня юбилей первой школы. И я хочу поздравить каждого ученика, каждого учителя, каждого педагога, каждого выпускника с этим знаменательным событием, с этим юбилеем. И хочу пожелать нашей школе успехов, побед, новых достижений и новых высот». «Быть в первой — значит быть первым». Не без гордости говорят про себя поколения школьников и выпускников. 135 лет этот высокий стандарт поддерживался и, несомненно, будет актуален и в последующие десятилетия. Степан Корижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».